Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Я хочу поблагодарить своего мужа, потому что я могу сегодня быть свободной, быть в тех местах, где Бог позволяет мне быть, потому что этот человек меня поддерживает. Я знаю, что если бы этого не было, у меня бы мало что получилось. Саша, спасибо. Я начну с одной истории. Наверняка многие из вас ее слышали, как-то она недавно мне вспомнилась снова. История о том, как один человек пришел в дом бедной женщины, очень бедной женщины, и обратил внимание на такую какую-то бумажку странную, ни картина, ни портрет, какое-то письмо, которое в рамке на стене было прикреплено. Он подошел читать и увидел, что это завещание, это какая-то дарственная, на недвижимость, в общем, документ, на собственность, и посмотрел на жизнь этой женщины и начал спрашивать, что это, откуда это у вас. Она говорит, она рассказала историю о том, что она очень много лет проработала в доме одного господина, она была служанкой, и когда он умирал, он вручил ей этот документ. И в память о нем она сохранила его и повесила на стену. Вы слышали эту историю? Нет? Вот, значит, здорово. Я вам ее пересказываю. Она когда-то была очень популярна, лет так 20 назад. И он выяснил, что она не знает, что там написано, потому что она была безграмотна. В добрую память, в уважение к своему господину работодателю, она сохранила о нем, в память, вот этот документ. Она не знала, что там, в этой рамке вообще ее богатство. И этот служитель, когда случайно попал в ее дом, он рассказал ей. И вот, что произошло в тот момент, когда она узнала, что было на этой бумажке, что же там за буквы, какое там содержание. Я вот размышляла об этой истории, ее очень часто рассказывают, когда хотят рассказать о завете, об откровении. Но я думала, вот о чем. Она узнала о том, что она могла быть богата все это время. И она узнала, что она может стать богатой завтра. Но знание об этом имуществе, документе, об этом дарственной, оно в тот момент, знаете ли, ничего не изменило. Эмоции изменились. Но, по сути, в физическом мире не изменилось ничего. Что ей нужно было еще сделать? Ей нужно было пройти, возможно, массу каких-то бюрократических инстанций, трудностей. Ей нужно было взять этот документ. Ей нужно было с этим имеющим, с этим документом пройти какой-то путь, чтобы то, что там написано, стало реальностью в ее жизни. То послание, которым я хочу сегодня поделиться, я его назвала «Имеющему» дастся еще. И я намеренно такой акцент делаю на слове «Имеющему». Тот, кто имеет, тот будет еще иметь. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Слово Твое, оно производит в нас невероятные вещи. Оно нас трансформирует, делает лучше. Господи, Ты через Слово Свое открываешь нам просто врата в мир, который без границ, в мир, где есть Твои возможности, где действуют Твои законы, в мир, где действует Твоя свобода, потому что там царствует Твоя истина. Я благодарю Тебя, что Слово дает вот такой свободный доступ к очищению и настолько невероятно может изменить жизни. Это маленькое семя, Слово Божьего, нетленного, производящего плод в десятки раз. Благодарю Тебя за то, что и сегодня будет так. Во имя Ишуа, аминь. Сегодня будет так. У кого есть Фейсбук? А у кого разные соцсети? Вы можете следить за жизнью других людей. Известно, да? Такая история вам. Я познакомилась с одной сестрой, и мы обменивались контактами, и я спросила ее, ты есть на Фейсбук? Она говорит, есть, но я туда не захожу уже несколько лет. Я спрашиваю, почему? Она рассказывает мне. Это очень меня сильно расстраивает. Каждый раз, когда я открываю страницу Фейсбук, когда я открывала страницу Фейсбук, в мою жизнь приходила очень тяжелая депрессия и огорчение. Почему? Потому что, когда я смотрела на жизни других людей, на эти фотографии улыбающихся одноклассников, какие у них замечательные семьи, как они фотографируются у Эфелевой башни, какие у них дети. У них на фотографиях счастье. И когда я видела это счастье, я понимала, что вот всего этого я не имею. Это приводило меня в очень сильное такое огорчение. И все дошло до того, что я приняла решение не посещать эту страницу, потому что просто боли очень много. Что делают с нами вещи такие, когда мы наблюдаем за то, что имеют другие? Особенно это касается такое тяжелое сравнение, когда это та область, в которой ты неуспешен. Дьяволу это очень нравится, друзья. Ему очень нравится, чтобы мы замечали все то, что имеет кто-то. Потому что мы все меньше будем замечать то, что мы имеем мы. В один день это превратится, знаете, во что? У всех есть все, кроме меня. Успех где-то у кого-то, кроме меня. Бог благоставляет кого-то, но не меня. Если у тебя действительно ничего нет, то ничего и не появится. Такой закон есть, знаете, если на ноль что-то умножить, то в результате ничего не будет. Закон этот никто поменять не может. Есть одна история в Библии, если хотите, откройте вместе со мной. Она об одной женщине, у которой ничего не было. Четвертая царствия, четвертая глава, с первого стиха. Одна из жен сынов пророческих, она с воплем говорила Елисею, «Раб твой мой муж умер». И ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел человек, которому мы должны, и он еще забирает сыновей. Она приходит к пророку и вопьет о несправедливости. Это несправедливо, мой муж был служителем, мой муж был праведником. Посмотри, в чем я нахожусь, как может это быть. У меня есть два сына, и их хотят увезти с моего дома. Так закон работал, надо отрабатывать долги к минимуму 7 лет. Не минимум, а до субботнего года, и это могло быть 7 лет. И что делает пророк? Он задает ей вопрос, два вопроса. Он говорит, что мне сделать для тебя? И тут же, пока он задает первый вопрос, наверное, приходит этот второй. Он говорит, что мне сделать для тебя, и что у тебя есть? Что у тебя есть? Что есть у этой женщины, у которой забирают двух детей за долги? Что у нее есть? У нее есть скорбь, она переживает траур, у нее ужасное состояние безнадежности, и у нее забирают детей. То, что у нее есть, у нее есть боль, скорбь и долги. У нее есть потеря. Это не просто человек, который недоволен, несправедливо недоволен жизнью. Есть люди, у которых есть все, и они все время недовольны. Знаете, здесь вот именно тот случай, когда у нее она потеряла все. И она отвечает так, как, в общем-то, и думает. Она говорит, нету рабы твоей ничего в доме. Ну вот, кроме елея. Знаете, как это выглядит? Или как это может быть было сказано? Как я думаю, сегодня говорят, у меня ничего нет. Вот пару копеек. Это значит, у меня ничего нет. Или, у меня ничего нет, кроме этих порванных штанов. Это значит, что у меня такие ничего нет. То есть та мелочь, на которую я указываю, она как раз и свидетельствует, что у меня нет ничего. Даже если это есть, то все равно это тем более показывает, что у меня ничего нет. И она говорит, у меня нет ничего. Ну вот это масло. Ну какой в нем смысл? Это же совершенно бесполезная вещь. Это и есть ничего. И пророк говорит ей, что он ей говорит? Он говорит, чтобы она начала из этого кувшина с маслом лить. Они пошли по домам, надалживали сколько только возможно было емкостей, пришли домой. И пророк говорит ей, закрой дверь за собой, закрой дверь за собой и за своим сыном. И начинайте лить. Они лили столько, сколько было возможно, пока не закончились сосуды, пока не закончилось то место, куда можно наливать. Последняя емкость была наполнена, и это чудо, умножение, оно прекратилось. Как решилась судьба этой женщины? Этого масла, которого было уже теперь полно в ее доме, было достаточно, чтобы продать, рассчитаться с долгами, и еще было на жизнь. Ее ситуация, она изменилась. Еще вчера или позавчера, я не знаю, сколько дней я налила это масло, это было полнейшее разрушение. И никакого намека на то, что может что-то измениться. Сегодня сверхъестественно изменилась ее жизнь. Не пришел никто и не благословил. Не пришел богатый человек, который сказал, я покрою твои нужды, я помогу тебе. Ничего такого не было. Бог вмешался в ситуацию, и из того, что было совершенно неприглядно, из того, что она, ну никто, и она в том числе, не видели ценности в том маленьком количестве масла, из того ничего, пришло процветание, решилась вся проблема этой женщины, ее детей и их будущего. Для того, чтобы это произошло, нужно было вот это маленькое, и надо было его заметить. Я начала с истории об этой женщине, которая в рамке завещания или дарственной была на стене. Она для нее тоже была ничего. Она не знала ценности этой бумаги. Потом, когда она поняла, что это все-таки не ничего, ей нужно было с ней, с этим документом что-то делать, потому что из этой рамки не посыпались деньги, да? Надо было провести какую-то работу. Для того, чтобы в доме вдовы появилось богатство или решение финансовой проблемы, ей нужно было из того ничего, что она имеет, начать умножение, начать наливать. Нам нужно всего лишь ничего. Или нам нужно что-то, что мы имеем в доме, что бог способен вырасти, друзья. И пока мы будем смотреть на страницы в фейсбук наших друзей и просто иногда искушением бороться о зависти, или смотреть, насколько наша жизнь неудачна по отношению к кому-то другому, мы не замечаем, что у нас все-таки есть что-то в доме, из чего может произойти умножение. Спасибо за ваши руки. У нас обязательно есть что-то. Дьявол хочет, чтобы вы этого не замечали. Господь хочет, чтобы вы видели то, что вы имеете. Пророк пришел и сказал, что есть у тебя в доме. Господь сегодня спрашивает, что у тебя есть. Не надо смотреть постоянно на то, чего у тебя нет. Нет, что у тебя есть. Родители, тоже такая исповедь одного мужчины, он очень, вот если описать его, он очень любвеобильный человек. Он нежно любит своих детей, и он добр, он такой коммуникабельный, и он много проводит времени со своими детьми, действительно много разговаривает с ними, дает им тепла, любви. Но они не богатая семья, они не богатая семья. И знаете, как это в доме бывает, может не у вас, но у некоторых так бывает, что вот это неудовлетворение того, что нет непременно последнего телефона, как у других или у детей, у всех вот модная одежда. У наших детей не такая одежда, всех привозят на машинах, в школу, наши дети не имеют достаточно денег там на какие-то вещи. И вот это сравнение, оно привело его в такое грюмое состояние, он начал считать, что он ужасный человек, что он просто полнейший неудачник, который ничего своим детям дать не может. Это привело его в такую депрессию, что он уже не имел даже своего вот этой силы, он потерял свою силу давать общение и любовь детям. Понимаете, он ходил в депрессии, все время смотрел на то, какой он слабый, какой он никчемный, какой он неудачник. Это забирало так много у него сил, что даже то, что он мог давать своим детям эту заботу, любовь, общение, отцовство, у него уже на это не хватало сил. Он был весь погружен в свою неудачу. Мы разговаривали с ним, и я вспомнила эту историю, у тебя есть отцовство, наливай, наливай то, что ты имеешь, умножай то доброе, то сильное, в то, что тебе Бог дал, умножай это. Ищи, как увеличивать то благо, которое у тебя уже есть от Бога, но не сожалеть о том, чего у тебя нет. Может быть, ты не папа-миллионер, не папа-богатый, но ты папа, и у тебя есть любовь, которую ничем нельзя заменить, ее ничем нельзя компенсировать, ничем другим. И ты можешь это дать, и это высоко. Библия нас учит ценить друг друге неспособности, потому что они у нас разные, они у нас разные на самом деле. Но Библия нас учит ценить, какое богатство? Богатство Богом. Богатство Богом. Это все мы можем иметь, и все мы в этом богатстве можем приумножать свои силы, свой капитал. Еще я когда думала об этом, я вспомнила, меня мучила, это было давно, меня мучила одна вещь в Писании, там было написано, не было, там есть, написано сейчас, что мудрая жена, она от Господа, а наследство от родителей. И я читала этот текст в очень тяжелое для меня время, я была вдовой, и это было время, ну не то чтобы у меня елея не было, или маленький сосуд елеем, ну в общем тоже ничего не было, вот так. Так пришло полнейшее разрушение, по всем швам трещало все, и я открываю Библию, читаю, там написано наследство от родителей. Я говорю, ну вот, я в таком состоянии, и получается детям своим я тоже передам свое ничего. Я смотрела на это послание как вообще на безнадежность. Если для родителей это важно собрать наследство и передать его детям, то я уже сейчас понимаю, что я ничего этого сделать не могу. И как-то мне так грустно было о себе. И вот что чуть-чуть времени прошло, чуть-чуть времени спустя, вот что я услышала. Знаете, во-первых, Господь, во-первых, Господь мне сказал о том, что отцовство – это такая штука, и очень простая, и очень сложная. Когда ты сейчас печалишься об этой части своей жизни, ты забываешь, что твоим отцом являюсь я. Это то, что касается твоей судьбы. А то, что касается судьбы твоих детей, передай им то наследство, которое ты имеешь сейчас, передай им Бога. Передай им Бога. Я знаю очень многих людей, мое окружение, моих друзей, которые выросли в очень бедных семьях, в беднейших семьях, вот эти дома, мазанки такие, да, как их называют. И там были родители, которые, ну, не были проворны в бизнесе, не знали они, как жить так, как живут другие люди. Но они очень любили своих детей, они научили их порядочности, они научили их любви к людям, они научили их законам Божьим. Все их дети процветающие. И когда они поднялись на ноги, они приехали, они маме своей построили дом, они маме привезли туда технику, мама живет как королева. Она этого никогда не имела и никогда этого не щупала. То, что она сегодня имеет, она имеет полнейшее обеспечение от всех детей, которые вырастали в очень таких условиях, знаете, ограниченных возможностей. Но то наследство, которое они дали им, я имею в виду родителей, они дали им стержень от Бога. Они научили их праведных путям. И это наследство сделало их успешными в жизни. Мы должны понимать, что мы имеем и что мы можем наливать. И я хочу сказать о вере, это очень важно, потому что вообще без этого аспекта все это философия о жизни. Без веры наливать вот это масло вообще невозможно. Вы знаете, что Бог, Он создал мир как видимое, так и невидимое одинаково. Знаете, так написано, Богом создано видимое и невидимое. Им создано все, что на небесах и что на земле. Мы люди, мы реагируем на то, что мы видим, потому что материальный мир, он нам более понятный. Но это же наследство от Адама. Ведь Адам, который был создан Богом до поломки вот этой, он видел и то, и другое одинаково. Он не видел только плод, который можно или не можно кушать. Он видел Бога, он имел с Ним общение. Для Него физический мир, земля и Божий мир, они были равноценны, одинаково доступны. То, что нам осталось по наследству, мы видим и больше понимаем физический мир. Но Господь говорит, что это не значит, что небеса или духовный мир, он работает хуже, меньше и слабее. И это вообще вопрос веры. Эта женщина, когда наливала масло, во что она верила? Она смотрела на то, что у нее нет ничего. И наливать из этого сосуда в пустые, ну это же глупо, согласитесь. Это же просто какая-то нелепость. И для того, чтобы ее никто не видел, и для того, чтобы она не смущалась, ей нужно было закрыть дверь и наливать. Для того, чтобы наливать, для того, чтобы умножать то, что ты имеешь от Бога, необходима вера. Вера, она видит то, чего не видят физические глаза. Помните историю о пророке, история, когда при царствовании Ахава не было дождя. Не было дождя, и сказал Илья Ахаву, пойди, пей и ешь, потому что слышен шум дождя. О чем он говорил? Физическими ушами никакого шума дождя не было слышно. Но он его слышал. Его вера, она слышала шум дождя. И он начинает молиться на горе Корми. Он уже говорит, иди, ешь и пей царю, иди, потому что я вот уже слышу, вот он сейчас пойдет. Вот этот дождь сейчас будет. И он говорит, склоняется на горе Кормил, на землю склоняется, начинает молиться и говорит своему услуге, пойди к морю и посмотри. И вот я не знаю, были ли вы на горе Кормил, моря там вообще нет. Я не знаю, куда и сколько нужно было ходить в этом услуге, чтобы потом прийти и сказать, нету ничего. И тогда говорит пророк ему, семь раз туда-сюда ходи. Я не знаю, точно ли он верил в цифру семь. Вот я думаю, что он просто, вот это моя ирония, моя интерпретация. Я так думаю, пророк такой думает, если ему сейчас скажу, еще раз пойди, он придет второй раз и скажет, ну я не понял вообще, сколько будет эта глупость продолжаться. Ну я ему скажу сразу семь, пусть ходит. Чтобы вопросами меня не мучил, чтобы не расстраивал вот этими историями, что ничего нет. И вот в седьмой раз возвращается слуга и говорит, как ладошка, облачко появилось. Ну то есть точка в небе со стороны моря. В седьмой раз сказал, вот облако поднимается от моря величиною в ладонь человеческую и говорит пророк, пойди скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от тучи ветра и пошел большой дождь. И Ахав же сел в колесницу, заплакал и поехал в Израиль. И была рука Господня на Илии, он опоясал чресло свои и бежал перед Ахавом до самого Израиля. Тот на колеснице, Ахав на колеснице, такой плачет от чувств, что вот наконец-то беда заканчивается, потому что Бог ответил. Пророк поднимает свои одежды и несется, сколько ему лет вообще было, что он до Израиля бегом перед колесницей бежал от счастья и радости. Вещи, которые он делал, делают только люди, которые видят духовный мир. Их глаза, они видят то, чего не видят физически. Для того, чтобы делать такие глупые для мира вещи, нужно видеть то, чего не видят глаза, у которых нет веры. Вера видит и она слышит. И человек, который весь сосредоточен вот на этом физическом мире, вот, ну, фактически он рассчитывает на свои силы, на законы какие-то действующие в природе. Но духовный мир, он неупотребляемый или нереализован. Этот человек не может наливать из кувшина. Он не может ничего умножить в своей жизни. Даже имея этот елей или имея какое-то завещание на стенке, он ничего с этим не делает. И имея невероятно сильный стартап в его жизни, который может вообще принести огромные плоды, этот стартап, как бы он не используем. И ничего не происходит. Происходит разочарование, происходит синдром неудачника, происходит жалость самому к себе, но в этом мире ничего не меняется. Бог желает, чтобы мы видели то, что имеем, а не видели то, чего не имеем. В Еремии 17 главе, в 5 стихе, есть вот эти слова, которые говорят о том, что человек, который делает плоть опорой своей, он проклят. Ну, плоть – это другой человек. Там твои способности, твой талант, твое образование, твоя компетентность, твой опыт. Для некоторых опыт – это страшно сильный идол. Знаете, потому что приходит такое время, когда твой опыт никому не нужен, или он уже неприменим, мир так быстро меняется, что ты вчера был профессор какой-то науки, которая сегодня никому не нужна, ну, к примеру. И что с этим делать? Куда же я эту подпорку выброшу из своей жизни? Это же все, на чем стояла моя жизнь, мой успех, мой завтрашний день. В Еремии написано, что проклят человек, который плод делает опорой своей. И вот что там сказано, он не будет замечать добра, которые приходят в его дом. Представляешь, да? Он не будет видеть благо от Бога, которое уже есть в его доме. Я сейчас прочту, может быть, другой чуть-чуть перевод. Проклят тот человек, который полагается на человека и делает плод опорой своей, чье сердце удаляется от Господа, и будет он, как перекати поля в степи, и не имея корня, и не увидит прихода благодати, и будет жить в сожженной зноем пустыни среди необитаемых солончаков. Жизнь человека, который не видит добра от Бога. Что делать, если мы уже попали в такое место? Когда нам себя жалко, когда нам хуже всех, и когда у всех лучше, чем у нас? И когда Бог всем дал, а мне не дал? И Бог всем дал, а у меня только забрал? Мы попадаем в такие времена, согласитесь, бывает. Или вам никогда такого не было, у вас такого, чтобы вам себя жалко становилось? Мне бывает жалко себя. Итак, есть такая штука, она работает. Вы знаете, что благодарное сердце можно воспитать? Вот говорят, имей благодарное сердце, имей благо... А вот нет у меня благодарности. Вот имей благодарность. Ничего я не чувствую, мне себе жалко. Не чувствую никакой благодарности. Хорошо о Соломону говорить, ах, все суета, сует. Я тоже хочу говорить, все суета, сует, когда достигну такого положения, как Соломон. Я бы больше, чем он написала, про суету, сует. Если бы у меня вот то все было, как у него, да? Хорошо им служить, когда их жизнь обеспечена, у меня все не так. И вот такой ропот. Что делать, когда уже вы в это попали и завязли? Благодарное сердце, как мышцы можно натренировать. Начните с того, что попытайтесь хотя бы вот столько в конце дня проанализировать, проговорить, что было сегодня доброго. Вы знаете, что это невероятная благость, когда человек может выходить на улицу и радоваться тому, что солнце светит. я помню, я была подростком и моя тренер, моя тренер, она говорила вещи, которые мне тогда были непонятны, но повзрослев, я понимала, о чем она говорит. Они очень тяжело с мужем жили, ибо они жили вместе с семьей со свекровью. И, короче, там тяжелейшая ситуация была. А моя тренер, она была очень неконфликтным человеком. Она просто многие годы терпела тяжелую жизнь в двухкомнатной квартире, проходной, сын рос. Она просто это терпела и никогда не жаловалась. И вот она говорит, знаешь, Инна, я чем-то там недовольна была, в большей степени всем была недовольна. Я была подростком, и она очень много повлияла на меня. Она говорит, знаешь, Инна, вот я иду по улице, я смотрю, солнце светит, и я счастлива. Ведь это прекрасно. Неверующий человек в советское время. Она, говорю, какая-то странная, солнце светит, при чем здесь это? Почему можно радоваться? Чему тут радоваться? Вы знаете, есть люди, которые дышат благодаря кислородным подушкам. И если бы у них была возможность просто дышать, они бы были счастливее вообще всех нас тут. Только потому, что они могут сделать вдох. Есть нам за что благодарить Бога. Нам есть что замечать. Нам есть. Есть. Нам есть что замечать по-настоящему. Просто нужно перестать смотреть на траву, которая зеленее у соседа. Благодарное сердце можно тренировать. Начинать с самого простого. как свидетельствовал один человек, говорит, ну, сделал ты в прошлом. Такой пример. Человек был грабителем, и ему прострелили глаз. Он остался без одного глаза. Его посадили в тюрьму. И он там уверовал. И, говорит, глаз у него не вырос. Но когда он вышел из тюрьмы, он благодарил Бога за то, что он может жить с ним и видеть тем, что у него осталось. Понимаешь? Всегда есть что-то, что Бог сохранил для тебя, с чем ты можешь быть. Ну, вообще, после Ника Вуйнич, да, правильно? Это очень, да, это, честно говоря, да, я сейчас такие примеры привожу, которые на фоне его свидетельства очень сильно, сильно прячутся. Итак, Бог желает, чтобы мы видели и замечали то, что имеем, и заставили свое сердце говорить спасибо за то, что мы имеем. Если у тебя есть дети, скажи за это спасибо, потому что есть люди, у которых их нет. Если у тебя есть любящий человек, если ты живешь, если у тебя есть братья, сестры, если ты вообще просто не одинок, тебе есть за что поблагодарить Бога, потому что это благость. Это благость. И самое важное, что нам нужно понять, или то, что я хочу, чтобы сегодня, о чем мы сейчас будем молиться с вами, вот это то, что ты увидел, как благость, увидел, как, может быть, то малое, что ты имеешь, это нужно пустить в оборот. Потому что радоваться о сосуде с елеем, просто смотреть на него и говорить спасибо, просто что оно есть, это еще не все. Надо пустить в оборот то, что ты имеешь. И когда пророк пришел в дом к этой вдове, он сказал, что у тебя есть? Я думаю, что это вопрос к нам очень часто поднимается в Духе Святом сегодня. Слушай, что у тебя есть? Точно ничего? Точно мало? Бог дал тебе понимать Писание и это ценно, наливай масло. У тебя есть лидерство, наливай то, что ты имеешь в сосуды. Давайте поднимемся, я хочу прочитать эту несправедливую заповедь в Матфея, совершенно какая-то она нечестная, как мне казалось, потому что тот, кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того и отнимется, что имеет. Как так? Где социализм вообще, когда всем все поровну? Как можно забрать то, что человек и так не имеет, у него забирается? Почему? Потому что, а что у него забирать, если он и так не имеет? Что же у него забирать? Если он не имеет, то у него отнимется. Если он не имеет, что у него отнимать? О чем речь? Один брат шутил обычно, знаете, встречая другого, он говорит, та жизнь такая вообще, непробудно, вот работаю, впереди никакой перспективы. А тот очень не любил, мой друг не очень не любил, когда так люди жалуются, он говорит, аминь тебе. Не, нет, отрекаюсь, отрекаюсь, сразу отрекаюсь, знаете. А он говорит, аминь, брат, соглашаюсь со всем, что у тебя не будет ничего, вот как ты ноешь, пусть так и будет пословно. Нет, нет, все я передумал, я отрекаюсь, пусть так не будет, потому что отнимется то, что ты имеешь, потому что ты говоришь о том, что ты ничего не имеешь. Давайте положим руку на сердце, начнем молиться о том, чтобы оно, давайте его воспитывать, быть благодарным. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за веру, которую Ты уже дал нам. Спасибо, что Ты открываешь нам глаза, видит духовный мир. Спасибо, что ценность этого мира, она дарована Тобой, она открыта Тобой. Мы благодарны Тебя, что Ты учишь не пренебрегать ценностью небес. Мы благодарны Тебе, что у нас есть вот это чудо прибегать к Тебе, находиться перед престолом Твоим, знать, что Ты слышишь, иметь это дерзновение приходить к Тебе, просить, благословить, просить умножить. Мы можем принести Тебе всего лишь там несколько рыбок и там чуть-чуть хлебов, и Ты сможешь это умножить и накормить народы. И мы не будем плакать, что у нас так мало этих рыбок и пять хлебов. Мы приносим Тебе то, что имеем. Этот мальчик тогда принес то, что имел, а не имел. И Ты смог с этим что-то сделать. Ты смог это преломбелять, Ты смог это умножать через руки учеников. Благодарное сердце, Господь, благодарное сердце, прими в жертву. Прими, Господь, даже ту маленькую благодарность, если кто-то пытается сейчас из себя ее выдавить. Даже это малое возьми и умножь, Господь. Даже эту попытку просто веры, может быть, еще нет чувств, может, есть еще только стоны и жалобы о самом себе. Уже это, Господь, Ты можешь взять и сказать, наливай. Давайте говорить Ему благодарность за то, что мы имеем. Я думаю, что она, знаете, у каждого очень индивидуальная. Очень. Она у Тебя Твоя эксклюзивная, потому что она исходит из Твоего сердца, не из чужого. Есть такая песня «Дай доену» на Песах. Если бы Ты только, Господи, даже это сделал, нам было бы достаточно. Мы благодарны Тебе за то, что мы имеем сегодня. Боже, Ты ведешь нас по жизни. Ты каждого окружил ангелами, чтобы защитить дитя свое. Ты каждому дал масло. И Ты каждому дал веру. Ты каждому очень эксклюзивно, индивидуально дал что-то особое, что мы можем умножить в свою жизнь. Верою. Мы ходим верою, Господь, а не видением. Боже, открывай глаза. Открывай глаза. Когда нужно на что-то просто посмотреть и увидеть, пусть и так будет, Боже. Как те ученики, которые шли в Эммаус. В Эммаус, Ты шел с ними, и они смотрели на Тебя и не видели, что это Ты. Но потом открылись их глаза, и Ты перестал быть видимым для них, потому что уже не нужно было. Открой глаза сердца. Открой глаза сердца, чтобы видеть. Мы молимся о своих сердцах, чтобы в них жила благодарность и приумножалась. Чтобы ничья трава, никакого соседа не могла стать между Твоими делами, Твоей благостью в моей жизни и мною. Пусть никакая фотография счастливых людей не расстраивает меня. Я хочу радоваться за тех, у кого счастье. Освободи мое сердце от любой печали, от любой зависти, от любого соперничества, от любого желания себя поднять на фоне чем-то. Боже, исцелись сердца, которое было просто, может, травмировано. Может, кто-то принес эту ложь и забрал вот эти глаза духовные видеть. Видеть то, что Ты уже дал. Во имя Ишуа молимся. Может, мы благодарны Тебе. Мы говорим Тебе спасибо за жизнь. Спасибо за то, что Ты однажды вдохнул ее нас. За то, что Ты ее хранил и дал дожить до этого времени. Спасибо, что мы можем сегодня здесь молиться и не претерпевать гонений. Что мы не боимся за своих детей, что их заберут из-за того, что мы верим. Мы не боимся, Господи, платить жизнями, а свободно исповедуем свою веру. Мы знаем, что так было не всегда. Но Ты позволил нам родиться в это время, чтобы насыщаться этими благами. Мы славим Тебя, Господь. Мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, что Ты не оставляешь нас никогда. И Ты желаешь, чтобы мы видели, чтобы мы видели, чтобы мы слышали шум дождя. Чтобы мы замечали это облачко размером с ладонь. Чтобы мы могли бежать перед колесницами, радуясь о том, что видит вера. Чтобы мы не были такими, что вот когда Ты сделаешь, тогда я и буду радоваться. Чтобы мы могли, Господи, этой верой просто как вирусом заражать других. Принося надежды, принося утешение. Слава Тебе, наш Царь! Поклоняемся Тебе, Бог! Поклоняемся Тебе, дающий жизнь! Поклоняющийся! Ты, Отец, мы поклоняемся Тебе! В Тебе наше наследство! В Тебе наше наследство! В Тебе наше наследство! От Тебя течет жизнь! От Тебя текут реки, Господь! Тобою все! Для Тебя все! К Тебе все, Господь! Аллилуйя! Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание, как долго, когда это придет. Мы не знаем, но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Субтитры создавал DimaTorzok